добрый вечер снова наша недельная глава это хайей сара и в ней скажем так есть две основных очень важных тема первая тема это естественно покупка пещеры пещеры махпала у хитейца и у огромная тема это то что называется и дух и брак ицхака с рифкой вся эта длинная вещь и в принципе по-настоящему две эти важные темы важные темы можно было свести в один стих в один то есть да например витамут сара вей кавра вра бемарата махпыла шеркана мейфрон даже два стиха хорошо вейках ицхака тривха витилю лейша все то есть да и умерла сара и похоронила вран то есть называется в пещере махпыла которую на поле который купил ну и фрона и взял ицхак рифку в жены и стала ему жмой и все зачем такое длинное описание и покупки как то что сказал и как сказал и кто поклонился и зачем поклонился и так далее а потом огромное описание всего процесса шедуха и женитьбы ицхака мы должны забраться то есть да и тора предпочитает он очень удлиняет я когда-то говорю постоянно привожу пример что обратите внимание насколько то есть что сколько тора описывает творение мира стихов и сколько написывает то есть вот этот весь рассказ про походы лазара то есть алиэзера за рифкой в два раза больше стихов то есть да показывает что важнее нужно разобраться с этими двумя вещами то есть да почему так длинно почему такое описание и про продажу махпыла и по поводу женитьбы ицхака и для этого нам прежде чем мы будем отвечать на эти вопросы нужно сделать такое небольшое вступление и выяснить выяснить задачу наших трех праотцов то есть да в чем была задача что они должны были сделать да в чем важность миссии наших трех праотцов когда мы это поймем мы сможем ответить на наших вопросов то есть да чем смысл такого длинного описания маратом их покупки и женитьбы и мы первую очередь чтобы ответить на вопрос скажем так задачами которые возложены из на наших праотцов обратимся к словам рамбома в муранам ухим в путеводитель забудши рамбом пишет следующее и эти четверо значит буду автоматически переводить четверо я хочу сказать про отцы и мушарабей ну то есть да четыре человека про отцы и мушарабей ну они выяснили то есть единство всевышнего и хочет имеется ввиду то есть да его то есть познание его и его любовь как сказано в стихе когда это подтверждает стих и в принципе познание всевышнего в них и в их потомках после них очень большая и и вместе с этим занимались они то есть руководством людьми и увеличение имущества и и занимались то есть со своим котом то есть называется со своим хозяйством и почетом и так далее уважением короче это доказательство то есть у меня доказательство того что они делали все эти действиями все земные действия там и купчи и так далее с людьми и все остальное они делали только их конечностями то есть телом а их сердца их сознание не отрывались от всевышнего то есть он говорит то есть они про отцы мушарабей ну они то есть все что нужно делать было в этом мире когда они делали но их сердце и их разум был бесконечно и беспрерывно со всевышним попробуйте так и то есть по слизанию все вот этих четырех то есть должны то есть ввести то есть целью то есть совершенствование то есть всевышнего и так далее его познание постоянно даже когда они занимаются то есть увеличением имущества и так далее что он имеется ввиду и он говорит раба из-за того что то есть то есть их то есть смысл этого действия было зачем для того чтобы все их действия были к приблизиться к всевышнему очень близко то есть да ибо их цель их на то есть намерений всей своей жизни это построить народ то есть смысл всех жизни построить народ который будет знать всевышнего и служить ему это цель же их то есть всем всех действий в жизни и да ты в лимана ширится вейт бана вейт бейтохараб ибо я знал что он заповедует то есть своим сыновьям и дому своему после чего то есть что говорит рамбом то есть то что рамбом говорит наши процы были постоянно в познании всевышнего неотрываемое и так далее вместе с этим делая все земные дела типа это пик развития человека в принципе рамбом нам объясняет очень интересную вещь то есть вся цель то есть все цель то есть действий наших праотцов было в чем для того чтобы построить династию которая будет служить всевышним в этом была задача то есть они видели в этом свою задачу для этого они вкладывали все свое время все свои силы все свои ресурсы все свои деньги все что у них было для чего для того чтобы увеличить имя всевышнего и построить эту скажем так династию абраме сильно у него получилось это скажем так вложить как свое наследие передах ашем ласоцдака у мишпа то есть да какое наследие то есть передал своим потомкам это путь всевышнего то есть этим путем всевышнего делать справедливость справедливый суд и и милосердие. Ну, то есть справедливость и праведный суд. Это то, что мы говорили на предыдущих недельных главах. И он-то передает кому-то, то есть у него получилось это сделать, он передает своему сыну Ицхаку, который продолжает это дает Якову, а Яков в конце концов, то есть своим сыновьям всем двенадцать и так и зарождается народ. Окей? То есть это идея. Есть идея, которая хочет Авраам передать, у него это получается, он передает. Теперь, нужно понимать, что в течение всей истории было множество людей и множество идей, которые хотели реализовать в этом мире. Была куча идей. Среди этих идей были те, которых получилось, то есть внести в мир, реализовать тогда, и были те, которых не получилось. То есть они потерпели фиаско и исчезли из этого мира, как будто их никогда нет. Вопрос такой, что отделяет удачную идею, которая будет жить в течение времени и дальше, то есть продолжать, а не умирать. И от, скажем так, той идеи, которая очень быстро исчезнет. В принципе, можно предложить, что есть двое центральных факторов, которые влияют на то, чтобы идея жила, а не исчезла. Первый фактор очень простой. У любой идеологии, который хочет жить, должна быть, то что называется, жить в ее базисе, в ее ядре истина. Правда. То есть любая мысль, любая вера, у которой нет, то что называется, нету никакого укрепления, закрепления в реальности, то есть, да, и в настоящих вещах, и с истиной. И в конце концов ее конец, то есть один, исчезнет. Стереться с лица земли. То есть если это не держится ни за правду, ни за реальность и так далее, но просто какая бы эта идея ни была, и конец, она уйдет. Это первое. Но есть еще одна вещь, немаловажная. Недостаточно, чтобы внутри идеологии идеи находилась, то есть в ее ядре истина, правда и так далее, верные, важные вещи, чтобы она была прикреплена к реальности, то есть жить с реальностью, а не где-то летать в облаках и так далее. Для того, чтобы развиваться, есть нужно еще одну вещь. Нужно еще, чтобы те, кто верят в эту идею, кто идут за эту идею, прикладывали в ней усилия для нее, и прикладывали все усилия и работали для того, чтобы она закрепилась в мире и была, скажем так, заняла место в этом мире. Чтобы она распространила, занимала место. Дело в том, что есть любая идеология или идея, то есть люди, которые идут за ней, которые верят в нее, которые адепты ее, если они находятся, скажем так, в закрытом месте, то есть не будут прикладывать усилия распространять ее, она, в конце концов, не выйдет в внешний мир и она исчезнет, она не выдержит время. То есть, да? Так вот, путь Авраама как раз был именно реализовать эту идею и как можно больше ее внести в этот мир, в эту реальность. Мы это читаем у Раши. Раши напишет, Авраам, авраам, то есть, приводил ги-юру, мужчин, а сара женщин. Умале макату филуасум, то есть, да, и поэтому стих называют «кабуть он их сделает», то есть, авсен и фашот. То есть, в принципе, Аврааму получилось потянуть за собой огромных людей, не только своих детей, но огромную толпу, толпу, которая верит во Всевышнем, монотеизм и так далее. Авраам не на минуту, то есть, не успокаивался, он работал и так далее. Для чего? Для того, чтобы в этом мире укрепилась и усилилась и развилась вера в единого Бога. Вместе с тем, мы знаем, что после смерти Аврагама вся эта толпа в конце концов вернулась назад поклоняться идол. То есть, да, они все, то есть, от них ничего не осталось. Это мы учим из Медраша, который говорит так, в Перке Дарби и Леса, они говорят, «Коле Абадимши не молу им Авраама виду, но не кайму логем вылос за Рамби Исраэль». То есть, все те рабы, которые были, то есть, те люди, которые были в доме Авраама, которые сделали обрезание вместе с ним, то есть, не сохранились ни они, ни их потомство в Израиле. То есть, они ушли. Получается, те люди, которые были бы с Авраамом, они были, то есть, что называется, пассивные верующие. То есть, да, они идею поддерживали, но были пассивны. И, то есть, они ничего не прикладывали делать, никаких действий для того, чтобы, скажем так, передавать идею дальше, чтобы еще, то есть, привести новых, скажем так, людей, которые будут поддерживать эту идею, распространять, верить в нее и так далее. И таким образом, не только их сыновья не продолжили эту идею, они сами перестали ее продолжать. То есть, да, то есть, в принципе, только человек, который готов работать ради своей веры, ради своей идеи и так далее, и постоянно ее поддерживать и развивать, то есть, это то, что останется. После него останется что-то. И вот эта вот идея очень сильно можно подтвердить и, скажем так, быть основой в тех действиях, которые делает Авраам. Описание, что делает Авраам. Авраам делает разные действия. Допустим, прочитаем, у Рамбом, а Рамбом собирает Медраши, то есть, составляет такую картину в законах Абуда Зара, что делал Авраам. Он пишет так. И начал он стоять и призывать большим, то есть, голосом, громко, ко всему миру и сообщать им имя Бога, Бога Айдиного, всему миру, и что ему нужно служить. Это Рамба, кстати, в законах Абуда Зара, первая глава, второй, третья, Галахам. И он ходил и призывал, собирал народ из города в город, из царства в царство, пока не пришел в землю Кнанейскую. И он, и так считает, как связано, ваикра шамбе шема шем, то есть, да, эль улам, то есть, да, и призвал там именем Всевышнего, то есть, Бога мира. И так далее, и так далее, и так далее. И написал книги, то есть, Авраам написал книги и сообщил Ицхаку, сыну своему, и сидел Ицхак, и преподавал, и предупреждал, то есть, продолжал дальше передавать. Ицхак сообщил Якову и назначил его продолжать обучать. И тот сидел и обучал, и, то есть, поддерживал всех, кто к нему присоединился. Яков Авину поддерживал, то есть, научил, то есть, да, своих сыновей всех и так далее, и так далее, и так далее. То есть, так, что прошли времена, то есть, да, народа Израиля в Египте, и они вернулись учиться у своих действий, поклоняться Идлам, то есть, да, они начали опускаться, то есть, можно сказать, 49 ворот тумы в Египте. Кроме Шевета Леви, то есть, кроме Колена Леви, который, то есть, соблюдал заповеди отцов. И никогда Колена Леви не поклонялась Идлам, то есть, никогда такого не было. Кроме, то есть, кроме вот этого маленького ростка, который, то есть, посадил Авраам, то есть, почти все оторвалось, то есть, да, но вернулись сыновья Иакова, то есть, дали то, 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 короче, Рамам объясняет очень интересную вещь. Рамам говорит, что тот факт, что Авраам вкладывал огромные усилия в продолжении развития веры, то есть, да, в единого Бога, это сработало. То есть, про отцы, говорит Рамам, написали книги, написали книги для того, чтобы распространить веру и ее укрепить. Если, так скажем, аллегория сказать, то можно сказать, что Рамам написал Мореневухим, Авраам написал Мореневухим, то есть, да, путеводитель заблудших, Авраам там всем объяснял, то есть, да, что, как и почему. Ицхак, можно сказать, написал Эммунот Ведо, то есть, да, вера и знания, то есть, Красаг написал, то есть, да, где он объясняет, то есть, всевозможные вещи иудаизма, и, не знаю, Яков написал Кузари, то есть, Регали, Леви, скажем так, то есть, то есть, в принципе, что имеется в виду, имеется в виду, что они написали книги, они передали, работали очень тяжело, что это повлияло на то, что даже народ Израиля, который упал в Египте на 49 ступеней вниз, то есть, это называется ритуальной нечистоты, то есть, вниз, 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 в конце концов, им осталось какой-то росток небольшой внутри, который позволил вернуться назад к Всевышнему, то есть, это не ушло вообще, то есть, это продолжило жить, из-за того, то огромные вещи, которые вкладывали Всевышнему. Теперь, то есть, в принципе, получается распространение веры и так далее, это же задача отцов, то есть, как это делать. Для того, чтобы, скажем так, немножко еще заострить и объяснить эту идею и важность распространения веры, обратите внимание, что Рамбом делает? Рамбом делает особый акцент на, скажем так, распространение Торы именно внутри семьи, именно следующим поколением внутри семьи, внутри родственников, так называемой. Допустим, в книге заповедей, когда Рамба пишет о заповеди учения Тора, он пишет, что не только важно учить Тору, он ее завязывает сразу, заповедь учить Тору, к тому, что нужно есть заповедь обучать Торе и передавать ее сыновьям. Это часть заповеди учить Тору. Он пишет так, в Амитсвага Юд Алиф, то есть, да, одиннадцатая заповедь, пишет с Ивану люльмод хухмата Тора ве ле ламда. То есть, одиннадцатая заповедь, что заповедовал нам учить мудрость Торы и преподавать ее везегушникра талмуд Тора, это называется изучение Торы, вегуамру вишинантем леванеха. Это сказали, то есть, научите это, повторяйте вашим десановьям. То есть, есть особая важность в том, чтобы создать династию тех, династий, которые служат Всевышнему. Это, кстати, видно во многих-многих местах, то есть, и в Торе, и так далее, и так далее. Так, кстати, допустим, и про Авраама. То есть, это задача, какая, то есть, как Всевышний подвижает, и заповедует своих сыновей и свой дом после него. То есть, продолжать строить династию, строить династию, которая будет распространять Тору, строить династию, которая будет распространять веру, вкладывать в это, это задача про отцов, которая была. Чтобы они соблюдали, естественно, путь Всевышнего, и из-за этого, кстати, Всевышний выбирает Авраам. Кстати, есть очень интересная вещь. Эта идея может еще в одном месте реализоваться. Где, знаете, можно это объяснить, причину, почему царь Давид не поставил храм, не поставил храм, а именно его сын Шломов. Потому что нужно для того, чтобы построить храм, первичное, что нужно было сделать, построить династию. То есть, династию, передающую, то есть, да, вот эту вот идею. Царство и так далее, и так далее. Поэтому Давид не может построить царство, пока не создалась династия. Храм, пока не построена династия. То есть, раскрытие Всевышнего, раскрытие идеи Всевышнего в этом мире невозможно, пока не создана династия, которая это будет делать. На уровне, то есть, государства. Поэтому он не строит храм, а строит только Шломов. Окей. Сделали это введение, поняли эту идею, то есть, да, вот эту задачу. И теперь переходим к нашим вопросам. Возвращаемся к храму Абовину. То есть, правда, тут еще одну идею, которую я хочу сказать, то есть, закрепить, и тогда будем отвечать на наши вопросы. Для того, чтобы мы закрыли картину, чтобы у нас картина была представлена. Есть вещь, то есть, есть открытие Всевышнего, которое происходит Абрааму после Брит Бен Абитарим, то есть, да, после союза, когда разделяет он животных на две части, я книгусь возьму, и между этим, и между изгнанием Ага. Прошу прощения, там пишется следующая мечта. Там сказано следующее, точнее, 17, это 17, это 17 глава, то есть, это 17 глава, вот, и пал Абрам на лицо свое, и говорил с ним Бог, и сказал, я вот, союз мой с тобой, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Абрамом, но будет имя твое Абрам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и расположу тебя чрезвычайно, и произведу с тебя народы, и цари произведут от тебя, и поставлю союз мой между мною и тобой, и между потомством твоим, после тебя, в роды их, и союз вечный, чтобы быть Богом тебе, и потом своему после тебя, и дам тебе, и потом своему после тебя, землю твоего пребывания, всю землю к на ней, во владение вечно и буду им богом что здесь очень подчеркнуто то есть да здесь подчеркнуть недостаточно того чтобы народ израиля сыновья в рамо его потомки будут служить всевышним это недостаточно но они должны это делать где земле израиль то есть в принципе всевышний отдает ту землю на хузак улам то есть на вечное наследие для чего для чего для того чтобы служить ему именно в этой земле теперь мы возвращаемся к вопросу по поводу покупки пещеры махпела и такого большого описания теперь ответ очень понятен почему это нужно для чего это большое длинное описание потому что это пришло подчеркнуть огромную важность заселить поселиться в земле израиль она нужна земля израиля для духовного продолжения того чтобы эта идея развивалась который передает авраам нужно находиться и про земле израиль то есть нужно литья шеф берет и ее закрепиться в ней и одна из мощнейших выражений что человек закрепил землю это когда ты хоронишь внутри земли это становится твоя не завязываешься и поэтому описание похорон сары и вот этой покупки этой земли она настолько длинная потому что нужно было показать вот эту важность кстати конечно можно было сказать что можно было сару похоронить любом месте в земле израиль не только там зачем уже было деньги платить то есть да мало места было никто не живет можно было это сделать но именно покупка за деньги еще более усиливает укрепление в земле и закрепление что становится твоя поэтому этой причине нужна была эта покупка и это так длинно описывается окей это первое то есть на фоне того что должен сделать то есть задача наших праотцов это распространение идеи веры в одного бога и услужение ему создание династии который это будет к этому еще она должна сделать земли израиля поэтому важно что закрепиться в земле израиля что это показывает покупка пещер махпала теперь следующий постовом перешли то есть сказали на ответ на этот вопрос переходим следующем поводу зачем нам так долго описывать брак и цхак ну во первых после того как мы выучили что есть огромная важность передать скажем так это наследие следовать за всевышным служить в следующем поколениям внутри семьи то можно объяснить то есть в принципе что что тора хотела показать то что рифка шикарная и подходящий продолжатель этой идеи и реализации она очень удобно почему во первых то есть мы видим что рифка продолжает милосердие абрагам она шикарно подходит под дом передачу этой идеи то есть да то есть вот это даже испытание то есть когда он просит про верблюда напои то есть это что она говорит напои меня напоит его и верблюдов поит и так далее так далее это явно показатель того что у нее есть идеология милосердия и она не боится не стесняется реализовать в секунду даже не ленится таким образом получается вообще подход рифки он очень подходит подходу врагам и таким образом она позволяет будучи в браке с цхаком понимаете если у него была другая жена то есть да кстати это можно понять почему авраам отказывался что не дай бог дочери к на она не было потому что они на как жена не позволит цхаку продолжать то есть она может мешать и поэтому нужно брать то что кого-то из семи можно объяснить почему из семьи потому что из семьи она и на хор на хор он то есть так далее а что он делал на хор шел вместе с эрхом куда в землю к на ней иской то есть сама идея не чужда вот семье и поэтому нужно проверить Если она не захочет идти, это значит, что она не в этой идее. Если она не хочет людей, то освобождена от клятвы. Но ни в коем случае не отдавая Ицхака никуда ничего. Кстати, тот аспект, то есть к предыдущему вопросу, что Ицхак не выходит из земли Израиля, тот аспект, что Авраам не соглашается, чтобы Ицхак вышел из земли Израиля, она связана с первым аспектом, что Тору передать нужно именно в земле Израиля, чтобы она там закрепилась. Именно там продолжение этой идеи будет. Итак, в принципе, получается, что описание вот этого вот все особых качеств Ривки, оно показано в том, что она идеально подходящая кандидатура для продолжения развития идеи в следующих поколениях. Теперь понятна вообще важность главы Хаисара как таковой и вот этих всех описаний. Что мы здесь видим? Наша глава Хаисара является ничем иным, как переходным периодом между поколением основателей, то есть Авраам как основатель идеи, служение Всевышнему распространению монотеизма и уже, то что называется, поколение сыновей, то есть второе поколение от основателей. И это очень критичная, то есть критическая точка для образования династии. То есть если там проломится, династии уже не будет. Это очень важно. Таким образом, можно сказать, глава Ваира, прошлое, занимается Авраамом, то есть как основателя идеи. Глава Толдот уже больше занимается Яковом и Исавом. Получается, что глава Хаисара, это она единственная, которая занимается Ицхаком. А Ицхак, он второе поколение служащих Всевышним. Это поколение, которое в принципе является зародителем уже нации. Когда есть уже и второе поколение. Нацией, которая реализует, просто называется, вот это служение Всевышнего, эту идею и так далее, из частных рук, то есть человек, который это образовал, начал идею реализовать, в идею, которую будут реализоваться уже нации, народы. То есть, вот это вот критичная точка. Для того, чтобы закончить, у нас есть очень интересные слова. Меших Хохма. Меших Хохма говорит, чтобы понять эту идею, закончить эту идею. Меших Хохма говорит, есть стих. То есть, да, стих, сейчас я вам здесь у нас. Сейчас назад открою, прошу прощения. В принципе, это не у нас, а с предыдущей глава. Есть фраза, которая появляется. Почти самый конец уже предыдущей главы. Сказано так, и прибывал Авраам в земле, не, стоп, не здесь, этажом выше, и насадил Тамариск в Байер-Шеве и призвал там имя Господня Бога Вечного. То есть, вьита эшель байер-Шева вейкра шам бешема шем эль улам. То есть, да, Бог Вечный. Эль улам. Что это значит? Меших Хохма говорит, что это за фраза такая? Что такое за Бог Вечный? Он что, не Вечный? И он говорит, что есть связь между использованием этого, скажем так, имени для Бога, которое появляется очень близко к рождению Ицхака, который является, мы сказали, сыном, продолжателем, идейным, и не только недельным, но и физическим и так далее. И Меших Хохма объясняет, что после рождения Ицхака, который, в принципе, и символизирует вот это вот продолжение, требуемое продолжение в служении Всевышнему, то когда он появляется, то есть вот это вот, он нужен для продолжения, для вот этого создания династии, только здесь уже можно называть Бога эль улам. Бог Вечный, что имеется в виду, что теперь это служение Богу будет Вечным. То есть, в принципе, она уже наложена и на нас, и на следующие поколения, из поколения в поколение. То есть, если мы подведем итог, что мы видим, мы видим очень интересную вещь, очень важную вещь. Мы видим, что книга, то есть наша глава занимается Ицхаком, наша глава очень четко заостряется на переходное поколение, чтобы идея Абрагама продолжила жить. И для этого нужно две вещи, потому что задача Абрагама была создать, про отцов вообще, создать нацию, которая будет служить Всевышнему, продолжать эту идею развивать, то есть нести в мир, имеется в виду. И она должна это делать в земле Израиля. Поэтому у нас есть покупка земли Израиля и укрепление в ней. И к этому подготовка, называется, семьи, для того, чтобы зародилось следующее поколение, то бишь подборка правильная, основная, жены Ицхаку, то есть ревки, и, естественно, описание, что в ней особенно, чем она так подходит в дом Абрагама. Это то, что мы видим в нашей недельной главе. Думаю, это неплохая жемчужина, которую можно было отсюда вытащить, причем захватить всю главу и увидеть сразу все. И на этом мы поэтому заканчиваем. И бейдратошим, увидимся на следующих уроках. Я заканчиваю запись на этом моменте. Всего хорошего и до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!